Сегодня я решил приготовить солод. Солод я буду готовить из пшеницы и буду готовить два вида солода. Из первого солода я потом сделаю пшеничную водку. На 25 литров браги мне понадобится 5 килограмм солода. Из второго солода я сделаю полутемное пиво, поэтому вторую порцию солода тоже 5 килограмм. Я буду готовить светлым способом, а после этого буду делать из него карамельный солод. Для того, чтобы приготовить солод, нам надо, в данном случае я готовлю солод из пшеницы, его можно готовить из ячменя, из ржи. Можно этот солод непосредственно потом использовать для приготовления пива, виски и водки. А можно этим солодом осахаривать, допустим, кукурузу и любое крахмалосовержащее сырье. Первое, что надо сделать, это проверить схожесть пшеницы. Я отобрал 100 зерен, замочил их в воде, через 3 дня ростки у меня отпустили 95 зерен. Таким образом, схожесть пшеницы я отобрал 95%. Важно заметить, пшеницу надо использовать не этого года. То есть, это должна быть прошлогодняя пшеница, солод из пшеницы этого года, то есть, только что собранной. Допустим, если бы сейчас был сентябрь, а пшеница собрана в августе, не получится. То есть, надо использовать пшеницу прошлого года. Итак, первое, что мне надо сделать, это промыть эту пшеницу, потому что здесь много всяких вот таких вот растений, так сказать, при сборе. При сборе, при молодьбе в нее попало много мусора. Поэтому первое, что я делаю, это я эту пшеницу буду промывать. Еще такой нюанс. Для того, чтобы выход готового солода из зерна порядка 75-80%. Поэтому, следовательно, если мне надо получить 5 килограмм солода для моего пива или для моей водки, то я беру 7 килограмм пшеницы, либо любого другого зерна. Итак, начинаем промывать. Заливаем зерно водой. Так, чтобы оно покрылось сантиметров на 10. Таким вот образом я залил зерно водой. Хорошенько его промываю. И собираю все, что у меня осталось на поверхности. Это шелуха от зерна, это семена каких-то других растений и всякий мусор. Вот таким вот образом. Еще раз перемешиваю, чтобы весь мусор имел возможность всплыть. Потому что он нам не нужен, друзья. В нашем солоде. После того, как я собрал весь мусор, я сливаю эту воду. Это совершенно чистая вода, поэтому я ее спокойно сливаю. Она у меня чудесно польет розы. Наполняю новую воду. Так, чтобы зерно, друзья, было подкрыто водой на 10 сантиметров. И оставляю его на час. Первый этап приготовления солода, вообще приготовление солода у нас будет состоять из трех этапов. Первый этап это замачивание и дезинфекция. Второй этап это проращивание. Третий этап это сушка. И с одним из солодов мы потом будем делать карамелизацию. Это отдельный этап. Сегодня мы делаем замачивание. Оно, в свою очередь, состоит из этапов тоже. На 60 минут мы оставляем этот солод замачиваться. После этого мы сделаем дезинфекцию. После дезинфекции мы будем в течение суток, то есть до завтрашнего вечера, проводить аэрацию. Последовательно то мочить, то сушить и проветривать наш солод. Итак, я оставляю зерно на час, залитое 10 сантиметрами воды, при обычной уличной температуре. На улице сейчас тепло, градусов 25. То есть даже хорошо, что вода прогреется. Потом нам его надо будет на проращивание, естественно, в прохладное помещение поместить. Днем час. Пшеница простояла час. И теперь мы проведем дезинфекцию. В принципе, дезинфекцию можно и не проводить, но есть некоторый риск, что вместе с солодом мы вырастим плесень, которая нам совершенно не нужна. Для того, чтобы продезинфицировать пшеницу, дезинфицировать ее надо именно после того, как она уже немножко разбухла и постояла в воде. Мы сливаем старую грязную воду. Можно перемешать, чтобы еще раз сболтать все, что у нас осталось ненужное. Сливаем эту водичку. И добавляем пшеницу йод. Из расчета 1 кубик, 1 кубический сантиметр на 10 литров воды. Вот у меня 2-х кубовый шприц. Я 1 кубик сюда добавляю. И заливаю его водичкой. У меня в этом бедре как раз получится 10 литров водички. Толщенько перемешиваем и оставляем на 3 часа. Прошло 3 часа. Мы сливаем воду с раствором йода. Наша пшеница полностью продезинфицировалась. Теперь риск, что вместе с солодом мы вырастим плесень, практически равен нулю. Что нам надо сделать после этого, друзья? Мы сливаем воду с раствором йода и заливаем пшеницу чистой водой. Оставляем ее на ночь. Утром мы сливаем полностью воду, перевешиваем пшеницу и оставляем ее прямо в ведре на час без воды, чтобы она немножко насытилась кислородом. Опять заливаем до вечера водой. Вечером делаем такую же процедуру. На час сливаем воду и оставляем на час пшеницу набираться кислородом. И на ночь опять заливаем. Таким образом у нас произойдет два вот таких вот цикла за сутки. Мы достаточно вымочим пшеницу и она при этом не будет постоянно находиться в воде, а будет иметь возможность набрать нужное количество кислорода для того, чтобы запустились нужные биологические процессы. Вот сутки у нас уйдет на все это и после этого мы приступим непосредственно к проращиванию. Для этого нам понадобятся либо поддоны, я буду использовать у меня поддонов нету, я буду использовать пластиковые ящики от фруктов, которые есть в любом супермаркете. И в эти ящики я буду застилать полиэтиленовую пленку для того, чтобы пшеница находилась, то есть ее надо будет сбрызгивать, я покажу все это делать в прохладном помещении, но об этом позже. Сейчас сливаем воду с йодом. Заливаем пшеницу чистой водой и оставляем ее до утра. вода покрываю пшеницу где-то на 5 сантиметров этого достаточно. Еще раз напомню, утром я перед работой на час солью воду, оставлю пшеницу подышать, на день опять залью водой. Вечером перед сном на час солью воду, оставлю пшеницу помешать, на ночь опять залью водой. Таким образом, через сутки мы закончим процесс вымачивания и перейдем к следующему процессу проращивания. Итак, друзья, до встречи. Ну вот, друзья, я слил с нашей пшеницы всю воду. Она прошла цикл замачивания и теперь мы непосредственно запустим все биологические процессы и будем переходить к циклу проращивания. Я взял вот такой вот ящик. Если у вас есть поддоны, какие-то противни, то можно делать в них. Я взял вот такие вот ящики, застелил их клеенкой чистенькой и выкладываю сюда пшеницу. Выкладываю слоем сантиметра 4-5 но нам эту пшеницу естественно придется помешивать, переворачивать потому что она будет нагреваться, чтобы она не сопрела. Итак, первое, что я делаю, это выкладываю поддон пшеницу. Она имеет такой уже приятный очень приятный пшеничный запах. Может даже многие говорят и действительно похоже, что пахнет она свежим огурцом. Так и есть. Пшеница хорошо набухла. Сейчас я выложу ее сюда слоем 5 сантиметров и что же надо делать дальше. На первые 12 часов оставляем ее открытую. Хотя бы два раза перемешаем в этом поддоне, чтобы пшеница насадилась кислородом. Потом накрываем хлопчатобумажной тряпочкой вот таким вот образом. Берем брызгалку через 12 часов. Берем брызгалку и смачиваем раз в сутки смачиваем эту тряпочку, чтобы поддерживать постоянно влажность. И два раза в сутки эту пшеницу перемешиваем, чтобы она не начала преть. Через 4-5 дней, через 3-4 дня пшеница прорастет и через 4-5 дней у нас получится росток чуть больше самого зерна пшеницы. Это и будет сигнал к тому, что наш солод готов. Мы получим так называемый зеленый солод. Он имеет очень высокую ферментную активность. Этим солодом можно будет уже осахаривать крахмалосодержащее сырье. Допустим, можно будет осахаривать дробленую кукурузу для получения, для приготовления бурбона, что я тоже попробую потом сделать. Можно будет осахаривать непосредственно пшеницу для приготовления пшеничной водки. и также то, что мы с вами, друзья, сделаем дальше. Мы этот солод высушим. Потому что зеленый солод хранится всего 2-3 дня, а высушенный солод может храниться например год. Им можно осахаривать, из него можно варить пиво, из него можно готовить непосредственно делать водку из пшеничного солода. Не осахаривать солодом, а делать водку из пшеничного солода. Итак, об этом я, естественно, расскажу чуть попозже. А сейчас я выкладываю свою пшеницу в ящики и оставляю ее проветриваться на 12 часов, чтобы она набралась кислорода. После этого накрываю тряпкой и смачиваю из брызгалки. Я покажу, как я накрою и как я буду смачивать и жду ее прорастания. Вот так вот, друзья, я в ящике застелил клееночку, выложил туда солод. замоченный и накрываю его тряпочкой. Теперь каждые сутки я этот солод аккуратненько перемешиваю и сбрызгиваю водичкой. Сейчас я вам покажу, Вот так вот выглядит солод через двое суток после начала проращивания. Как вы видите, вот эти вот белые хвостики это ростки. Как только они где-то еще через двое, через трое суток достигнут примерно длины зерна, солод будет готов. И мы, друзья, его начнем сушить. А сейчас его надо перевернуть и увлажнить. Я раскрываю весь мой солод и вот такими аккуратными движениями, чтобы не повредить эти корешки, я его переворачиваю. это надо делать, чтобы он не запрел и не заплеснил. Просто берем подниз, поднимаем и переворачиваем. Внизу он более влажный, сверху он, несмотря даже на то, что есть пряточка, чуть-чуть подсыхает. Поэтому раз в сутки. Внизу, кстати, корешки значительно больше. На этом раз в сутки его надо вот таким вот образом перемешиваем. И сейчас я покажу, я вот с помощью вот такой вот брызгалки засыпалась в клеенку. Вот с помощью такой брызгалки выровняем его красивенько. Увлажняю его. Вот таким вот образом увлажняю. Потом, друзья, накрываю хв-шной тряпочкой. Это у меня старая простынка. Накрываю так, чтобы тряпочка касалась солода. И тряпочку тоже увлажняю. так. Такую процедуру надо проводить раз в сутки, друзья, до полной готовности солода. Тряпочка хорошо влажная. Теперь наши зерна не пересохнут, потому что пересыхание может остановить процесс проращивания и, мне кажется, может его полностью убить. вот таким вот образом оставляем опять на сутки. Через сутки такая же процедура. Уже прошло двое суток. Я думаю, через двое-трое суток я буду смотреть по росткам, солод будет готов. И мы начнем его сушить, друзья. Напомню еще, что тот вот солод, который будет готовый, зеленый солод, его можно использовать сразу, в течение двух-трех дней. С его помощью можно осахаривать сырье и также из него непосредственно можно гореть пиво. Друзья, прошло пять дней и солод полностью пророс. Он готов сейчас. Сейчас я буду приближать и покажу. Расточки самой пшеницы сейчас у меня длиннее, чем зерно. Может на 30%, может в полтора раза длиннее. То, что мы получили сейчас называется зеленый солод. Сейчас попробуем еще вот так показать росточки. Вот, как видите, они достаточно длинные, росточки и корешки. Это, друзья, зеленый солод. Им можно осахаривать и он может в таком виде, ну, с ним можно работать в течение трех дней. После этого он испортится. Поэтому мы его высушим и сделаем так называемый белый солод. Для этого я на чердаке своего помещения подготовил, расстелил клееночку и сейчас тоненьким слоем разложу там солод. Погода не жаркая, поэтому дополнительно, чтобы солод не заплесневел, я поставлю бытовой вентилятор, чтобы он его обдувал до полного высыхания. Потом нам надо будет удалить корешки и его можно будет использовать по прямому назначению. Хранится он долго, может храниться и год и полтора. А после этого я сниму еще одно видео о том, как приготовить карамельный и жженый солод, друзья. Итак, я перемещаю этот солод на чердак. Вот таким вот образом, друзья, я выложил солод на просушку, поставил вентилятор, чтобы он его обдувал хорошо и буду сушить его, я думаю, что три дня. После этого его надо будет от зерен отделить росточки, правее, так сказать, и уже непосредственно перед употреблением солод надо будет перемолоть. Вот, ждем три дня, я вам покажу, как отделить росточки и подготовить солод к хранению. Вот, прошло три дня, мой солод полностью высох и готов к переработке. Выглядит он теперь вот так вот. тут, как видим, пооставались корешки, эти корешки надо убрать, то есть убираем мы его вот таким вот образом перетиранием, они просто отпадают, друзья. и мы можем солод использовать по прямому назначению. Я его складываю в пластиковое ведро, вот у меня есть такое пластиковое ведро, я подготовил, и буду из этого солода варить две вещи, буду варить пиво и буду варить пшеничную водку, пиво, естественно, тоже пшеничное. Ну, собственно говоря, запись и видеоролик об этом я тоже сделаю. Естественно, хранить его можно вот таким вот образом цельный, а непосредственно перед приготовлением напитка, перед затиранием его надо смолоть. Если у вас немножко солода, вы можете его смолоть на обычной мясорубке с крупной решеткой. вот. Ну, собственно говоря, на этом, друзья, рецепт солода можно считать законченным. Пробуйте, пишите свои отзывы, я надеюсь, что у вас тоже получится солод, подписывайтесь на мой канал, мы будем с Ларисой снимать для вас новые видео. На этом все, друзья, пока.